Ребятушки, всем салют! Вот у меня, вы видите сейчас, таблетки СО2. Одни от серы, одни китайские. С Алиэкспресса я заказал. Бочонки такие. Я не знаю, конечно, для чего их выдумывают. Если даже взять баклажечную систему СО2, которую можно заказать на том же Алиэкспрессе, ее обслуживание гораздо будет дешевле, чем вот эти таблетки. Я так понимаю, что они предназначены для какого-то экстренного случая. Если каждый день их использовать, то это будет очень накладно. Так как они у меня есть, я сейчас покажу, в чем у них разница. Как они внешне выглядят и какая у них разница в работе. Разницу в размере видно невооруженным глазом. Вот эта таблеточка, это сера. Бочоночек, это китайская какая-то СО2. По поводу на какой это объем, я тоже не понимаю. Если кто в курсе, можете написать, как производить подсчеты, как понимать вообще, какая таблетка на какой объем. Начнем, пожалуй, с китайской. Кидаем. И давайте наблюдать. Ой, там присоска еще отвалилась. Забыл вытащить. Как-то неудобно получается. Она лежит. Пока ничего не происходит. Ну, потихонечку там какие-то пузыречки начинают прокляться. Вот видите, там по одному пузыречку. Вот так раз, раз, еле-еле. Видно, образуется пузыречек. И он так потихонечку, потихонечку все больше, больше увеличивается. Сейчас подождем, пока он оторвется. Ну, если, конечно, никакой сомик, нам не помешает. Либо криветос. Наверное, даже и хорошо, что там присоска черная, чтобы было на ее фоне видно, как будет сейчас пузырек увеличиваться и улетучиваться. Ну, я думаю, вот-вот он уже сейчас полетит. Как видите, совсем еле-еле-еле он все ушел. Пузырек улетел. Китайский бочонок СО2, он там еле-еле бзюхает, как говорится. Поэтому давайте, чтобы время не тирать, сейчас серовскую запустим. Рядышком постараюсь. Я думаю, разница видна. Прямо сразу массированная подача СО2 в таком количестве. Рыбки в шоке, они не понимают, что происходит. А на фоне, вот там сзади немножко, бочонок. Тот китайский. Разница, я думаю, видна и понятно. Но тон, мне кажется, для небольшого объема китайская. А это, ну, для сотки моей. У меня вот этот аквариум 100 литров. Посмотрите, еще мелкая взвесь. Здесь помимо пузырьков, которые выделяются от СО2, тут еще частицы, крупинки плавают. Не знаю, хорошо это или плохо, растворится оно до конца или нет. Тут прям такой гейзер, вулкан работает. Китаец что-то отдыхает. Весь аквариум в пыли, в пузырьках. Дропчекер пока молчит. Жидкость как была, синяя, так и есть. Подачи СО2 у меня отдельно тут нету. Это все вот на таблетке работает. На одной и на второй. Я так понял, что то для маленького объема, это для хорошего такого, большого. По прошествии 40 минут, дропчекер как был синим, так и остается. Либо он не реагирует на эти таблетки, либо эффективность этих таблеток очень-очень маленькая.